Сегодня речь пойдет о розмарине, о чудесном пряном кустарнике многолетнике. Его еще называют морская свежесть. Растины известны еще с времен Древнего Рима. За империей его называли морской росой. Считалось, что именно волны придают цветкам розмарина столь красивый цвет. Наши предки наделяли розмарин волшебными и полезными свойствами. Он отгоняет злых духов, притягивает богатство. Конечно же, издавна известны его полезные свойства, которые успешно используются при лечении разных заболеваний. Все виды розмарина – многолетние вечно зеленые кустарники. Они отличаются своими составами и внешнему виду. Самый распространенный вид розмарина – это лекарственный, представляет собой разрастающийся в ширину и высоту кустик, который может достигать высоты 2 метра. В последнее время многие выращивают у себя на подоконнике пряные растения, но и я решила вырастить. Купили мы на базаре еще осенью в октябре месяце. Маленький такой розмаринчик. Продавал мужчина разные пряности, цветочки специально выращивают. Он стоил 35 гривен. Маленький кустик. И я решила вырастить у себя розмарин дома. С розмарином я еще приобрела фиговое дерево инжир, но он еще пока ничего не плодоносил. А также еще другие цветочки брали, и нам он обошелся не 35 гривен, а всего лишь 25. Очень красивые корешки были у этого растения. Сказал продавец взять немножко больше по объему, в раза 2 емкость. У меня был обыкновенный грунт универсальный, и немножко я добавила еще земли с дачи. И сделала такую хорошую почвосмесь, и посадила свой розмаринчик уже в новый горшочек, и оставила потом в темном месте, чтобы на солнечных лучах он не приболел. Потому что в октябре у нас было еще очень-очень жарко. Съемки я веду на балконе. Розмарин я свой полила. И там он у меня целое лето был. На зиму я розмарин перенесла в квартиру. И на кухне у меня были постоянно и базилики, и зеленый лучок, и розмарин. Я всегда имела под рукой приправку, брала свежие листочки и делала разные блюда. А теперь пришло время, мой розмарин подрос, и я хочу показать, как я размножила розмарин. Размножается он легко и просто. У нас вот есть веточка с левой стороны. Около стебелечка она уже немножко грубенькая стала. Вот тут уже грубая. Тут не надо резать, а резать надо где-то на этом уровне. Обыкновенными ножничками. Вот таких есть три отросточка. Нижние лепесточки обрываются и просто ложатся в стаканчик с водичкой. Водичка у нас ивовая, так быстрее будут пускаться корешки. И после этого уже где-то придет две недельки, можно уже высаживать прям, ну, не в грунт, а можно, если на улице можно и в грунт, а мы садим дома, то в обыкновенный вот горшочек. Это у меня стоит ивушка в водичке. И вот внизу это получается ивовая водичка. Ивовая вода. Когда пускает ивушка маленькие такие корешки, она довольно быстро пускает, через 5-7 дней, если в квартире у вас тепло. Отливаем немножко, где-то сантиметра два, в баночку маленькую и ставлю свои розмаринчики, маленькие отросточки, прям в баночку, в эту. Они постоят у меня, где-то должны постоять две недельки. Еще можно размножать семенами и отводком от куста. Ну, так как кустик у нас, естественно, маленький. А так вообще в природе они растут до 2 метров. Но не переносят заморозков. Прошло две недели, и вот наши маленькие такие отросточки уже пустили корешочки. И теперь можно смело сажать их в земельку. Ножиком делаем маленькие углубления и аккуратненько садим свои саженцы. Аккуратненько их придушиваем пальчиком. Можно сделать такой мини парничок. Нашла стаканчик обыкновенный, крышка прикрыла, и это уже еще через 2 недельки и получается уже пошел прирост внизу. Очень красивые розмаринчики, приживаемость 100%. Что еще интересно, что розмарин, он не повреждается всякими насекомыми. Кустик не надо ничем не опрыскивать. Это получается природный такой кустик, который сам отпугивает всяких разных лазающих, прыгающих насекомых. И нет на нем болезней. И при том обладает еще очень полезными свойствами. И вкус вкусным блюдам придает. И еще можно использовать в лечебных целях. Можно делать всякие разные настойки на масле. Можно в соль добавлять. Ну так что пробуйте, сажайте. Сейчас весна. Все растения очень хорошо размножаются. Особенно таким черенкованием. И у вас будет всегда свой огород на подоконничке. Ну а также потом это просто можно пересадить на дачу. Возле дома посади, когда уже минуют заморозки и будет совсем тепло. Ну а вот заморозков такое растение не переносит. Лучше уже выкапывать, забирать домой. Ну все, всем пока. До новых встреч. Выращивайте тоже всякие разные пряные растения у себя дома. Продолжение следует...